Впервые дирижабли громко заявили о себе в годы Первой мировой войны, а позже в 30-х годах наступил их поистине золотой век. Первое воздушное кругосветное путешествие в 1929 году совершает немецкий дирижабль граф Цепелин. Прекрасное утро необычного дня, который войдет в историю как начало величайшего воздушного приключения. Толпы людей собираются в Лейкхерсте, штат Нью-Йорк, чтобы последний раз перед стартом взглянуть на прекрасный граф Цепелин. Они провожают дирижабль, отправляющийся в кругосветное путешествие. По сравнению с маломестными и некомфортными тогда самолетами, управляемые аэростаты выглядят более перспективным видом воздушного транспорта. Начинается золотая эпоха пассажирских Цепелинов. Она продлится всего 8 лет. Дирижабли с металлическим каркасом, заполненным водородом, зовут Цепелинами по имени немецкого изобретателя Фердинанда Цепелина. Но аэростат граф Цепелин, отправившийся в кругосветку, король воздухоплавания. Тогда он крупнейший в мире. Длина 236 метров, максимальный диаметр 30,5 метров. Вокруг света за 21 день всемирная пиар-акция авиагиганта начинается и заканчивается на базе ВВС «Лейкхёрст» на восточном побережье США. Водители, нарушая правила, останавливаются на дорогах и забираются на крыши автомобилей. Полицейские пытаются контролировать движение, выносят предупреждения, свистят, но на них не обращают никакого внимания. Вскоре стражи порядка сдаются, пожимают плечами и, как все, смотрят на небо. Да, Нью-Йорк просто сошел с ума. Средняя скорость Цепелина – 120 километров в час. На остановках во Фридрихс-Хафене, Токио и Лос-Анджелесе большинство пассажиров меняется. Часть маршрута проходит над СССР, и среди путешественников – советский геолог Карклин. Над уральским городом Кизел он сбрасывает с дирижабля приветственные открытки. Через год граф Цепелин специально прилетит в Москву, где будут собирать средства на постройку советских дирижаблей. Немецкий гость на Цепелине нам оказал большую честь. Привет! Спокойно все же отныне. Уж мне теперь не спать, не есть. Обидно стало мне на крыше. Воздушных нам бы кораблей. Да чтобы они быстрее и выше вношу на стройку сто рублей. Программу советского дирижаблестроения разрабатывает авиаконструктор Андрей Туполев. Но из полины Пятого океана в СССР так и не выйдут на регулярные рейсы. Немецкие гиганты освоят трансатлантические маршруты. Граф Цепелин с люк с местами на 24 пассажира пять лет будет летать из Германии в Бразилию. Казалось, гигантские сигары обосновались в небе надолго. Но именно в это блестящее десятилетие мир потрясли сообщения о страшных катастрофах. Но с катастрофой близ Нью-Йорка в 1937 году еще более крупного Гинденбурга короткая эпоха дирижаблей закончится. Водород, которым заполняли дирижабли, представлял своего рода бомбу замедленного действия. Его смесь с воздухом крайне взрывоопасна.